Совещание по развитию электротранспорта прошло в городском округе Люберца. Мероприятие провели в местной администрации. С предложениями по внедрению экотранспорта на территорию Люберец выступил генеральный директор торговой компании Сергей Плетнев. Достаточно для того, чтобы проехать еще либо несколько остановок, либо целый маршрут. Зависит от мощности аккумуляторной батареи и мощности самой зарядной станции. Это не кадры фантастического фильма, а вполне документальные съемки. Именно так работают примерно 200 тысяч электробусов в Китае. И Сергей Плетнев, руководитель одной из торговых компаний, занимающихся популяризацией зеленого вида транспорта, уверен, в России такое тоже возможно. Это уже не просто тренд, это уже работающая технология, с которой нам в ближайшие уже годы придется жить к нашему общему счастью. В этом вопросе Россия пока отстает от мировых тенденций, считают специалисты. Однако уже найдены подходы к решению подобных проблем. Так, например, сейчас существует проект перехода троллейбусов на электробусы в Москве. Планируется, что это произойдет уже в 2018 году, однако точные сроки его реализации пока неизвестны. В мире же сейчас существует общая тенденция популяризации электромобилей. Примерно на 50% ежегодно увеличиваются продажи электромобилей. И здесь есть разные немного показатели, потому что Китай развивается намного быстрее, чем другие, например, страны, потому что за счет субсидий объем производства и объем продажи идут интенсивнее. Часть совещания была посвящена внедрению экологического транспорта на территорию городского округа Люберцы. Здесь наметился ряд серьезных проблем. Сделать это достаточно затруднительно, ну хотя бы потому, что пока здесь нет ни одной зарядочной станции для такого вида машин. И никакого развития электропарка, за исключением вот того единичного случая в Сколково, я пока перспектив особо их не вижу. А без их понимания и согласия мы никуда не уйдем. А это уже говорим о инфраструктуре. Я не случайно задал вопрос про городскому округу Люберцы, потому что вся Московская область приблизительно на одном положении находится, то есть на зачаточном, я так деликатно говорю. Участники совещания также обсудили ряд других вопросов, связанных с внедрением электротранспорта в Россию вообще и в Люберце в частности. Кроме этого, они выразили свою надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в данной сфере. Мария Лапчева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.